Хорошо, давайте начнем вебинар. Тема сегодняшнего вебинара – это новшества в системе Кандирки-Зет и дистанционное обучение. На начало учебного года запланировано обновление стартовой страницы учителя, мониторинг активности УЛАД КИЗет, реализация нового способа обратной связи с помощью рубрикаторов, новая версия мобильного приложения для родителей и учеников, также возможность отключения рекламы на сайте. Чем же интересна обновленная главная страница сотрудника? Стартовая страница учителя является главным разделом, с которого сотрудник начинает работу в системе Кандирик после авторизации. На странице сотрудника есть все ссылки и данные, необходимые для выполнения работы в системе Кандирик-Зет. На стартовую страницу также можно перейти, попасть, нажав на раздел «Образование» в главном меню сайта. Дата реализации данного функционала примерно середина августа. Страница состоит из виджетов, которые помогают следить за выполнением международных сил в системе. То есть виджет показывает страницу, то есть показывают сотрудники задачи, которые необходимо выполнить в системе Кандирик-Зет в течение рабочего дня. Как же все-таки работает сам виджет? После того, как вы вошли в систему, автоматически открывая стартовая страница, при каждом входе на эту страницу проверяются следующие категории. Выставлены ли оценки в зону за проведенные уроки? Выдано ли актуальное домашнее задание на следующий урок? Заполнено ли тема прошедших урок в календарном планировании? И не пропущены ли важные объявления? Все обнаруженные невыполненные задачи будут вводиться в красных карточках таким образом. Вот получается, если сотрудник в течение рабочего дня не выполнил какое-то задание по каким-то именно категориям, то необходимо переходить на стартовую страницу и обращать внимание именно на виджеты. То есть если… Что это такое? Спасибо. Спасибо. Коллеги, меня слышно? Хорошо, давайте вернемся к виджетам. То есть получается, при входе на стартовую страницу будут отображены следующие виды категорий задач, которые следует выполнить в течение рабочего дня. То есть если сотрудник не выполнил, допустим, не поставил оценку в журнал, либо же не выдал домашнее задание, либо не было заполнено календарное планирование, то эти блоки будут выведены красным цветом. Для того, чтобы посмотреть задачу, нужно нажать на карточку, на название карточки. После нажатия на карточку снизу откроется подробный список задач, которые необходимо выполнить. Первая карточка – это карточка оценок. В карточку попадают прошедшие уроки учителя, за которые не выставлена ни одна оценка и не стоит галочка «Урок проведен». Для выполнения задачи необходимо нажать на кнопку «Выставить оценки», тогда откроется страница того урока, и тогда на открывшейся странице необходимо выставить хотя бы один комментарий, либо хотя бы одну оценку и в обязательном порядке поставить галочку «О проведении урока». После того, как вы выполните эти действия, задача будет считаться, как выполнена, и строчка будет выделена галочкой. Далее, следующий вид карточки – это карточка домашних заданий. Также после нажатия на название карточки будет выводиться список с подробным описанием задач, которые необходимо выполнить. Также есть описание, если к уроку не было выдано домашнее задание, необходимо нажать на кнопку «Выдать ДЗ», тогда откроется страница с календарного планирования, оттуда необходимо внести в описание текст домашних заданий и выдать его. В том случае, если домашнее задание не выдается к этому уроку, то, соответственно, необходимо нажать на кнопку «Не требуется», после чего задача будет также отмечена галочкой и будет считаться выполненной. также бывают случаи, если домашнее задание было выдано ранее, но спустя время необходимо обновить содержание этого домашнего задания, также проверить его на актуальность. Также мы видим, что тут отображается весь тикс домашнего задания. Если вы считаете, что домашнее задание было выдано корректно и оно является актуальным, соответственно, необходимо нажать на кнопку «Актуально», в том случае, если вы обнаружили какую-то ошибку в тексте домашних заданий или выданное домашнее задание считается неправильным, в таком случае необходимо нажать на кнопку «Проверить». После нажатия на кнопку «Проверить» откроется страница календарного планирования, куда нужно внести корректное описание домашнего задания, либо создать новое ДЗ, после чего задачи опять-таки будут считаться выполненной и строчка будет отмечена галочкой. Следующая карточка – это карточка тем уроков. То есть для выполнения этой задачи необходимо опять-таки нажать на кнопку «Заполнить тему». После нажатия этой кнопки откроется страница календарного планирования, на которую необходимо внести название темы. После того, это действие, тогда будет считаться, что задача была выполнена, и также строчка будет выделена галочкой. Следующий вид карточки – это карточка записи. В карточку попадают записи, которые были опубликованы для пользователя более 24 часов назад, но учитель их не прочитал. Для выполнения задач в этой карточке необходимо нажать на карточку. Стоит отметить, что карточка данной категории нет выпадающей списка задач. После того, как вы нажали на карточку, необходимо открыть и прочитать все полученные объявления. Закрыть окно просмотра записи. После выполнения задачи строчка будет опять-таки выделена галочкой. Следующее по плану – это обновление мониторинга активности. Мониторинг активности работы в системе Кунделик Ки-Зет, как вы все знаете, это динамическая страница для просмотра показателей активности в образовательных организациях. В общих счетах информация на странице обновляется еженедельно, в ночь, в субботу и на воскресенье. На странице будут отображены данные по активности за прошлую календарную неделю. То есть с воскресенья по субботу. Обновления включают в себя новые показатели, такие как качество знаний, своевременность ведения журналов и выдача домашних заданий. Также индивидуальные аккаунты для сотрудников отделов образования и управляющих организаций, также для администрации школ. То есть отныне вход в раздел будет осуществляться стартовая страница сотрудника непосредственно через логин и пароль от профиля в Кунделек Кизет. То есть с начала учебного года, то есть после того, как в системе будет проведен релиз, то есть обновление единых данных для входа, как раньше не будет, то есть сотрудники будут заходить в систему базы мониторинга активности с помощью своих логинов и паролей от Кунделека. Дата реализации данного функционала примерно начало учебного года. Следующее обновление – это поддержка формативного оценивания посредством орбикаторов. По заданию Министерства образования и науки Ресулик Казахстан в одной из областей Ресулик Казахстан был проведен мониторинг применения критеральной системы оценивания. По результатам мониторинга было выявлено, что обратная связь, предполагаемая формативным оцениванием, не предоставляется в достаточном объеме. В связи с чем Национальная академия образования имени Абрая Аутенцарина приняла решение использовать в качестве формативного оценивания не словесные отметки, которые были раньше, а именно рубрики. Рубрикаторы – это функционал для предоставления более расширенной обратной связи. Пубриками предполагается заменить словесные отметки те же самые, как «отлично», «хорошо», «плохо» используемый кандилептизет для формативного оценивания. Теперь дети и их родители смогут узнать, какие именно учебные цели постигал их ребенок на уроке и с каким успехом. Давайте я сейчас в виде тестовой версии покажу вам, как именно это будет реализовано в системе. Получается, для того, чтобы создать рубрикаторы, необходимо открыть страницу урока через журналы, нажав на дату урока. На открывшейся странице появится блок целей. С помощью «Добавить цель» педагог сможет выбрать учебные цели для урока согласно установленной учебной программе и отметить степень освоения той или иной цели учащимся. То есть на открывшей сцене «Цель» необходимо нажать на кнопку «Выберите цель» и списка необходимо выбрать нужный нам рубрикатор. Далее в порядке ввода рубрик «Каждая цель обучения» будет дополнена тремя рубриками, то есть уровнями достижения цели обучения, которые будут соответствовать начальному, среднему, высокому уровням достижения цели обучения. Также стоит отметить, что рубрики не будут влиять на суммативное оценено, так как оно считается формативным. Родители и дети, в свою очередь, будут получать соответствующие удомления, раскрывающие суть занятия и степень освоения предмета. Дата реализации нового функционала ориентировочна до конца первой четверти. Следующее обновление – это новая версия мобильного приложения родителям и их ученикам. Какие именно новые возможности ждут наших пользователей? Возможность настройки пуш-вудомлений, включая диагностику, функцию диагностики, будет реализован отдельный экран, в котором можно включить или отключить конкретные виды пуш-вудомлений. Поддержка клиентов в нескольких школах, то есть бывают такие случаи, когда ученик состоит в членстве двух разных организаций одновременно. То есть с помощью мобильного приложения участие просто может переключать организацию, переходя в одну организацию из одной организации. Также после обновления возможности запроски файлов с домашним заданием. Раньше, если для выдачи домашнего задания, то есть для прикупления файлов с домашним заданием требовалось заходить именно через сайт, то после обновления у пользователей появится возможность делать это, то есть не заходя на полную версию сайта, а именно через мобильное приложение. То есть ученик, соответственно, открывает страницу домашнего задания и там уже будет соответствующая кнопка «Прикрепить файл». Следующая возможность – это изменение фото в профиле, то есть ученик может себе поменять, не заходя на полную версию сайта. Также родитель с тебе и своим детям, то есть родителю не придется выходить из своего аккаунта, чтобы сменить фото своим детям. То есть находясь на своем аккаунте, родитель именно через мобильное приложение сможет установить себе фотографии своим детям. Также в новой версии мобильного приложения появится новый функционал «Кит-трекер», включающий следующие возможности. Это предоставление информации о текущем местоположении ребенка и время этого местоположения о заряде батареи и на устройство ребенка. Предоставление информации о том, находится ребенок в школе или нет посредством пуш-удомлений. Сохранение истории перемещения ребенка за все время, отслеживание последнего подключенного устройства ребенка, дата реализации ориентировочно начало учебного года. Следующее обновление – это возможность отключения рекламы на сайте. Подключение данной услуги, стоит отметить, не является обязательной. То есть, по желанию пользователя, вне зависимости от чего, какая у него категория, он может оформить подписку на того, чтобы отключить рекламу на сайте. Следующее обновление – это то, что в новом учебном году будет доработан критеральный журнал. В новом году пользователей ожидает оптимизация производительности журналов, введение единого справочника предметов в соответствии с указаниями Национальной Академии Аутмосарена, также поддержка оценок временно не аттестуется, либо аттестуется и не изучал. То есть, данные оценки выставляются только в том случае, если какой-то ученик в классе не будет проходить какой-либо предмет. Это может касаться именно ученика, который находится на домашнем обучении. То есть, вместо баллов вы можете поставить отметки временно не аттестуются, если он, например, допустим, лежит в больнице, к примеру. И по возвращению, конечно же, вы можете поставить балл после того, как он сдаст эти работы. То есть, до этого, для того, чтобы сформировалась отчетность по устилаваемости по школе и по классам, для этого ученика необходимо будет поставить эти отметки. на данный момент данная возможность еще не разработана. Дата реализации примерно тоже к началу учебного года. также, как всем известно, у нас из интеграции образовательного контента, то есть в системе имеется 5 партнеров по видеоурокам и учебным планам, по материалам. Это у нас Darym Online, Misty Online, либо Blimland и так далее, другие учебные платформы. Также имеются 739 видеоуроков, 1550 материалов. На этом информирование о новшествах в системе подошло к концу. Давайте теперь перейдем к вопросу дистанционного обучения. Какие именно возможности есть в системе Condiolet-TZ? Так как в системе, как вы знаете, ведется отчетность по тому, как заполняется электронный журнал, насколько это своевременно, домашние задания в обязательном порядке должны быть выданы через Condiolet, а ученики выполненные работы могут отправлять как через Condiolet, так и посредством мессенджеров, таких как WhatsApp, Skype, Telegram и так далее. То есть обязательное условие – это выдача домашнего задания именно через Condiolet-TZ. Так, давайте теперь я вам условно покажу, как именно следует выдавать домашние задания при дистанционном обучении. Создать и выдать домашние задания можно несколькими способами. На странице конкретного урока, на странице календарного планирования и на странице домашнего задания. На данный момент мы рассмотрим именно, как следует выдать домашнее задание через календарное планирование. Для того, чтобы выдать домашнее задание, необходимо перейти в раздел «Образование», перейти во вкладку «Журналы». Далее следует открыть вкладку «Календарное планирование», Выбрать учителя, выбрать необходимый нам указ и нужный нам предмет. После чего для выдачи домашнего задания необходимо нажать на кнопку «Добавить ДЗ к следующему уроку» и вносим текст самого домашнего задания. После выдачи домашнего задания необходимо перейти на страницу редактирования домашнего задания, чтобы настроить необходимые параметры, которые позволят ученикам прикрепить файлы к БЗ. Для этого необходимо нажать на знак карандаша, откроется страница урока, где в обязательном порядке необходимо поставить галочку «Требуется проверка» и «Требуется файл с результатом». Для чего это нужно? В противном случае, если учитель-педагог не поставил эти галочки, у ученика не будет возможности прикрепления файла. Поэтому для того, чтобы ученик мог предоставить вам файл с домашним заданием, чтобы он мог прикрепить именно на странице домашнее задание, необходимо поставить галочки именно в этих параметрах. Требуется проверка и требуется файл с результатом. Также стоит отметить, что если у вас имеются дополнительные материалы на других образовательных платформах, таких как Darren Online или Blumen, то следует скопировать ссылку на этот материал и вставить в описание. То есть учащиеся, когда будут работать с домашним заданием, могут просто перейти по той ссылке и, соответственно, уже работать с домашним заданием. Далее, после того, как вы внесли изменения в параметры домашнего задания, необходимо нажать на кнопку «Сохранить». Или же, если у вас имеется какой-то документ в виде ввода, в виде экзала, то, соответственно, можно воспользоваться функцией прикрепления файла. Также стоит отметить, что максимальный предел загружаемого файла – это 5 мегабайтов. В том случае, если вы попытаетесь загрузить файл, размер которого больше 5 мегабайтов, система будет выдавать ошибку. Поэтому перед тем, как загружать файл, вам необходимо проверить, какой объем у этого файла. После того, как внесли необходимые нам изменения, нажимаем на кнопку «Сохранить». Также после внесения изменения вы можете сообщить об этом ученикам, чтобы ученики знали, вдруг вы поменяли домашнее задание, либо вы прикрепили файл какой-то, и об этом учащиеся должны знать. Вы просто можете написать о том, допустим, описание домашнего задания было единым, либо же я прикрепила дополнительный материал для того, чтобы вы смогли работать с домашним заданием. После чего данное объявление появится именно в профиле класса, где имеется раздел «Объявление». Также после того, как учитель выдает домашнее задание, домашнее задание будет иметь статус «Выдано». С помощью данного функционала сотрудник может для себя определить, как именно учащиеся справляются с домашним заданием. То есть если ученик открыл домашнее задание, то здесь, соответственно, будет отображена дата, когда он открыл, то есть конкретное время, и также статус «Автоматический» будет изменен в работе. Давайте проверим, как это именно выглядит на странице у самого ребенка. Мы перешли к профилю ребенка. Для того, чтобы просмотреть домашнее задание, ученик открывает профиль образования «Дневник». Далее нужно выбрать необходимую нам неделю. В нашем случае это апрель по 37 по 33 мая. Также для того, чтобы открыть страницу домашнего задания, необходимо нажать на его название. После нажатия автоматически открывается страница домашнего задания. То есть после того, как учащийся открыл домашнее задание, мы видим, что он открыл его сегодня, и он уже приступил к работе. Далее для того, чтобы ученик выполнил домашнее задание, он должен сделать это на какой-то бумажке, сфотографировать его и прикрепить тут как файл. Либо же он может сделать это в виде обычного вордовского документа. После того, как он прикрепляет файл, такие же правила действуют. То есть размер загружаемого файла не должен превышать 5 мегабайт. То есть перед тем, как он загружает, он должен убедиться в том, что размер допустим. Так, нажимаем «Открыть» и прикрепляем «Загрузить». Так, подождем немножко. Также, как вы видите, здесь имеется блок «Журнал выполнения». То есть если у ученика при работе с домашним заданием возник какой-то дополнительный вопрос, он, соответственно, может здесь написать об этом. Павел загрузился. Так, после того, как ученик прикрепил свое домашнее задание, он нажимает на кнопку «Выполнить задание». Тем самым он отправляет свое домашнее задание учителю на проверку. Давайте обновим страницу. Вот, статус опять-таки поменялся. Для того, чтобы проверить, как именно учащий справился с домашним заданием, необходимо нажать на знак карандаша. Так, для того, чтобы проверить выполненное домашнее задание, необходимо нажать, то есть скачать файл, который прикрепил учащийся. После чего, соответственно, учитель проверит, насколько правильно было выполнено домашнее задание. В том случае, если он выполнил все правильно, тогда, разумеется, необходимо нажать на кнопку «Проверить» и «Закрыть». В том случае, если ученик выполнил домашнее задание некорректно и имеются какие-то ошибки, то обязательно необходимо об этом написать в журнал «Выполнение задачи» о том, что вот в таком-то пункте ты допустил ошибку. И после этого необходимо отправить домашнее задание на доработку. Так, если ученик выполнил правильно, то, соответственно, нажимаем на кнопку «Проверить» и «Закрыть». Давайте теперь проверим, как это выглядит на странице учителя. Так, вот. Получается, после того, как вы проверили, статус «Уменяется» на «Выполнено». Следующий функционал, в котором тоже можно будет работать при дистанционном обучении, это работа с объявлениями. То есть в том случае, если по каким-то обстоятельствам в расписании были внесены какие-то изменения, либо какие-то уроки были перенесены, либо отменены, либо же если вы хотите внести, оповестить всех сотрудников, всех учащихся о том, что расписание звонков поменялось, либо расписание уроков поменялось, то, соответственно, вы можете создать объявление. Также можете прокрепить файл. В том случае, если информацию, которую вы собираетесь опубликовать, не относится к ученикам и их родителям, то, соответственно, необходимо перейти в раздел «Учительское». То в этом случае объявление, которое вы создадите, будет доступно только для тех пользователей, у которых категория сотрудник, либо учитель. Также при работе с объявлениями можно создавать объявление именно для определенных классов. Для этого необходимо перейти в раздел «Классы», выбрать необходимый нам класс и далее также создать объявление для этого класса. Доступ к этим объявлениям имеет также классный руководитель. То есть классный руководитель может оповестить своих учащихся, например, допустим, изменение расписания, либо же о том, что какие-то уроки были отменены, либо перенесены. Также ученики и учителя могут в разделе файла обмениваться разными материалами, учебными документами, либо видео. Давайте пройдемся еще раз. Оказывается, демонстрация экрана не работала. Для того, чтобы работать с объявлениями, необходимо перейти в раздел «Образование», «Моя школа», автоматически открывая страницу объявления, здесь вы можете ввести текст записи и добавить файл при желании. Если объявление относится только к учителям, то необходимо перейти в раздел «Учительская». А если объявление касается только определенного класса, то необходимо перейти в раздел «Классы» и нажать на название любого класса. Допустим, мы открыли профиль класса. Тут мы можем опять-таки внести текст записи и добавить файл при желании. И также, если объявление касается только родителей, либо учителя, соответственно, переходим в соответствующие разделы. Также, где раздел «Файлы», учащиеся и учителя могут создавать папку и загружать туда видео, аудиофайлы, картинки, либо учебные какие-то материалы. Меня нормально слышно? Также имеется возможность создать общую школьную группу, либо же создать глобальную группу. Для того чтобы создать школьную группу, необходимо перейти в образование «Моя школа», перейти в раздел «Группы» и нажать на кнопку «Создать группу». Ввести название этой группы, выбрать категорию, выбрать подкатегорию. В нашем случае это дистанционная. Нажимаем на кнопку «Создать» и «Настроить». От принадлежности зависит, кому эта группа будет доступна. В том случае, если вы желаете, чтобы группа была доступна всем участникам школы, то необходимо выбрать первый вариант. А в том случае, если вы хотите, чтобы группа была доступна только для определенной параллели, то, соответственно, нужно поставить галочку. Далее необходимо нажать на кнопку «Далее». Также здесь открывается страница, где необходимо включить все необходимые функции и настроить права доступа к ним. Если вы желаете привлечь большее количество участников, то необходимо открыть доступ ко всем функциям. В том случае, если ваша группа считается приватной, то необходимо открыть функции только участникам, которым вы хотите предоставить доступ. Далее необходимо нажать на кнопку «Далее». Также можно воспользоваться мастером проглашения группы, если вы желаете, чтобы участники получили проглашение. Нажимаем на кнопку «Далее» и перейти на страницу группы. Чем интересно создание группы? Тут вы можете вносить информацию о том, если имеются какие-то новости, либо же создать какую-то тему, чтобы в форуме ученики могли обсудить его. Также здесь вы можете создавать отдельную страницу с видеоуроками, либо же перейти в раздел «Файлы» и также загружать свои дополнительные учебные материалы. Это могут быть картинки, аудио-видео и документы, видео-борд файлов. Так, хорошо. Я рассказала о том, какими функциями вы можете воспользоваться при дистанционном обучении и какие новшества запланированы у нас в системе «Конделет КИЗ». Если у вас касательно темы вебинара возникли вопросы, то вы можете включить микрофон и задать его мне. Пожалуйста. Коллеги. Если у вас возникли какие-то вопросы на тему вебинара, то вы можете его задать, включив свой микрофон. А у других участников вебинара остались вопросы касательно новшеств в системе либо же касательно выдачи домашних заданий? Здравствуйте. Насчет домашнего задания можете еще повторить? Потому что мы поздно подключились все. А, хорошо. Давайте я повторюсь. Для того, чтобы выдать домашние задания в системе, имеются три способа. Это выдача через календарное планирование, либо через страницу урока, также с помощью раздела «Домашнее задание». Сегодня мы рассмотрим именно способ, как выдать домашнее задание через календарное планирование. Для этого необходимо перейти… Так, экран сейчас… Нормально вам видно? Да, 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 хорошо видно. Ага, вот. Так, сейчас увеличу немножко, чтобы было хорошо видно. Вот, получается, переходим во вкладку «Образование», далее во вкладку «Журналы». Дальше переходим во вкладку «Календарное планирование». Следует в фильтрации выбрать, кто именно является учителем. «Класс» и предмет, по которому мы собираемся выдать домашнее задание. Нажмем на кнопку «Посмотреть». Далее, для того, чтобы выдать домашнее задание, необходимо нажать на кнопку «Добавить язык к следующему уроку» и вводим текст самого домашнего задания. Далее, необходимо перейти на страницу «Редактирование домашнего задания», чтобы настроить необходимые параметры, которые позволят ученикам прикрепить файлы .pz. Для того, чтобы перейти в настройки домашнего задания, необходимо нажать на знак карандаша. Тем самым открывая страницу домашнего задания, необходимо настроить проверки. «Проверки», то есть следующие параметры, поставить галочку возле строк «Требуется проверка» и «Требуется файл с результатом». Для чего это нужно? В том случае, если учитель не поставит галочки в этих параметрах, то у ученика не будет доступа к прикоплению файла. Получается, соответственно, он не сможет выполнить домашнее задание через kundiolet.pz. После того, как вы внесли изменения, необходимо нажать на кнопку «Сохранить». Но если у вас также имеются файлы, дополнительные материалы, которым ученик должен ознакомиться, то вы можете воспользоваться функцией «Прикрепить файл». Файл загружаемого файла не должен превышать 5 мегабайтов. В том случае, если он будет больше, то тогда система будет выдавать ошибку. То есть перед тем, как загружать домашнее задание, следует убедиться в том, какой у него объем. То есть мы нажимаем «Выбрать файл». И здесь, где таблица размер, отображается размер этого файла. Нажимаем «Нужный» на файл и «Открыть». Прикрепляем. В том случае, если у вас на других образовательных платформах имеются дополнительные материалы, такие как видеоуроки, либо аудио, какие-то записи, то вы можете сделать ссылку. То есть необходимо открыть сайт, где находится ваш файл, скопировать URL-адрес и ставить его сюда, в описании домашнего задания. Когда ученик увидит домашнее задание, то он просто перейдет по ссылке, ознакомится с вашим файлом и, соответственно, выполнит домашнее задание. Мы все необходимые параметры установили. Теперь необходимо нажать на кнопку «Сохранить». Теперь давайте посмотрим, как это выглядит на странице ученика. Что он должен сделать для того, чтобы прикрепить файл. Так, одну минуту. Так, видимо. Изменения были внесены. Получается, если вы хотите уведомить об этом участников этого класса, то необходимо нажать на кнопку написать об изменениях. То вы можете сказать, что функция прикрепления файла теперь доступна. И также были внесены определенные изменения в описании домашних заданий. После чего ученикам поступит уведомление и они будут уже ознакомлены. Это только по мере необходимости. Это не является обязательным требованием. Также после того, как учитель выдал домашнее задание, домашнее задание будет иметь статус «выдано». В том случае, если этот функционал очень удобен тем, что учитель сможет наблюдать за процессом выполнения домашних заданий. То есть открыл ученик домашнее задание. Что он делает с домашним заданием? Когда он увидел домашнее задание? То есть вся информация тут отображается. Допустим, сейчас я вам покажу, как именно выглядит дневник у ребенка, как он может прикрепить домашнее задание. Так, вот это профиль ученика. Для того, чтобы просмотреть выданное домашнее задание, ученик переходит в вкладку «Образование» «Дневник». Так, нужно выбрать активную неделю. Так, нужно выбрать активную неделю. Так, нужно выбрать активную неделю. Для того, чтобы открыть страницу «Домашнее задание», необходимо нажать на название файла. В том случае, если домашнее задание имеет какой-то файл, то возле названия «Домашнее задание» будет отображаться знак «Крепки». Для того, чтобы перейти, необходимо нажать на название «Домашнее задание». Получается, тут отображается описание самого домашнего задания и тот же файл, который мы прикрепили, для того, чтобы ученик ознакомился с содержанием данного файла. Для выполнения домашнего задания необходимо воспользоваться пунктом «Прикрепление файла», то есть ученик готовит предварительно фотографию, либо же какой-то документ и нажимает на кнопку «Прикрепить файл». Опять-таки действует тоже правило. Размер загружаемого файла не должен превышать 5 мегабайтов. Нажимаем «Прикрепить» и «Загрузить». Также здесь имеется… Одну минуту. Так, файл был успешно загружен. Здесь мы видим журнал выполнения задачи. Если при выполнении домашнего задания у ученика появился какой-то вопрос, то он об этом может написать. И, соответственно, переходя на страницу этого домашнего задания, учитель может его увидеть. После того, как учащийся прикрепил домашнее задание, необходимо нажать на кнопку «Выполнить задание». Давайте посмотрим теперь, как это выглядит на странице учителя. Так, как мы видим, учащийся сегодня открыл домашнее задание, он, то есть, работал с домашнее задание и отправил домашнее задание на проверку. Для того, чтобы посмотреть, какой именно был прикреплен файл и есть ли какие-то вопросы у ученика, то необходимо перейти на страницу самого домашнего задания. Для этого нужно нажать на знак карандаша. Далее мы видим, что учащийся прикрепил домашнее задание, следует его проверить. Если при проверке было выявлено, что учащийся допустил какие-то ошибки, то необходимо об этом написать в комментариях и отправить домашнее задание на доработку. В том случае, если у ученика домашнее задание было выполнено корректно, и он справился с домашним заданием, вы можете об этом написать в комментариях, то есть, молодец, ты справился с домашним заданием, и отправить его, как проверить и закрыть. То есть, ученик уже выполнил домашнее задание. После выполнения домашнего задания у учащегося опять-таки поменяется статус «домашнее задание» на «выполнено». Вот, как мы видим, первый ученик сегодня уже выполнил домашнее задание, значит, что учитель проверил работу и оценил работу ученика. Так, на этом все. Есть какие-то вопросы? Алло. У меня получилось ответить на ваш вопрос? Может, у вас остались кто-то? Еще один, вы давали? Алло. Алло. Я что-то плохо вас слышу. Алло. Меня слышно? Вот, теперь нормально стало, да. Ага. А вот когда домашнее задание мы выдаем, у нас же вот, мы же когда публикуем же КТП и домашнее задание, а когда публикация идет, там изменения же не делаются. Почему? Это относится к темам календарного планирования. Это не относится к домашнему заданию. Домашнее задание выдается вручную, непосредственно через календарное планирование. А, не имеет значения, да, на публикацию домашних заданий? При публикации КТП закрепляется только тема урока, а домашнее задание можно редактировать. Ага. Хорошо, спасибо. Стоит отметить, что выдача домашних заданий непосредственно должна выдаваться именно через кунделек, потому что это при проверке они будут проверять именно отчетность по заполнению кунделека. Соответственно, это будет зависеть, влиять на заработную плату учителей. В том случае, если учитель не выполнил какие-то показатели, то, соответственно, будет выглядеть так, как будто учитель не работал в системе. Поэтому, если вы выдаете домашние задания через другие платформы, то необходимо продублировать домашние задания именно через кунделек. Если вы не желаете отправлять какие-то файлы, либо же, чтобы учащиеся отправляли свои выполненные работы вам через кунделек, то уже они могут воспользоваться дополнительными сервисами. Допустим, это может быть WhatsApp, либо Skype, либо Telegram. Но выдача домашних заданий должна быть осуществлена через кунделек. Это обязательное требование. А уже при куплении файлов, это уже только делается по желанию. То есть описание самого домашних заданий должно быть выдано через кунделек. У вас есть какие-то вопросы? Ну, отвечайте. Коллеги. Если у вас есть вопросы, вы можете просто включить микрофон и задать его мне. По началу, вы можете замiusить Leave. Поехали. Скажу вам. Спасибо. Спасибо. Домашние задания обязательно надо прикреплять, да? Вопрос у меня такой, вот домашние задания, выдача, обязательно нужно прикреплять файл, да, какой-то или что? Нет, смотрите, получается, выдача домашних заданий вы можете сделать через кундулик, а прикрепление файла в качестве дополнительной информации, это необязательное требование. Вы можете отправить это через мессенджер, через WhatsApp, через WhatsApp, либо через почту даже. Это остается же, да? И раньше мы тоже подписали параметр, страницу, допустим. Это остается. То есть выдача текста моего домашних заданий должно быть именно через кундулик, а прикрепление файлов это лишь как дополнительная информация. А, ну оно так и раньше было же. Все верно. Здравствуйте. Добрый день. А скажите, а время выполнения домашнего задания указывать необходимо? Нет, это только при необходимости. Это необязательно, тоже условие. Только по желанию. Спасибо. Спасибо. Коллеги, если у вас вопросов нет по поводу сегодняшнего вебинара, то, думаю, нужно уже закончить. Никто не против? Никто не против? Какоество нет по поводу сегодняшнего? КОНЕ走了 от